Турция, год назад и Турция сейчас, две абсолютно разные страны. Сегодня мы хотим помочь советами всем тем, кто для переезда выбрал направление именно в Турцию. Хотим помочь людям и совершить ошибки, которые вызовут большое разочарование и потерю денег. Вы на канале Туки Спейс, я Олеся. Я Владимир. Погнали, разберемся. Итак, первая ошибка, которую до сих пор совершают люди при выборе направления Турции, это полная неосведомленность о текущей ситуации в стране. Многие продолжают руководствоваться старыми данными, представлением об этой стране как о дешевой, легкодоступной почти каждому. Это больше не так. Нужно это понять и принять. Прежде чем сюда ехать, не поленитесь и получите актуальную информацию о том, как же все-таки обстоят дела сейчас в Турции. Не надо думать, что я тысячу раз был в Турции и точно знаю, что да как-то. Посмотрите актуальные цены во всех сферах жизни и прикиньте свой бюджет в соответствии с полученной информацией. Благо сейчас это сделать легко. Вторая большая ошибка. Думать, что турист в Турции и эмигрант – это мы тоже. Знаете, многие твердо уверены, что если раз в десять отдыхали в Турции и знают чуть ли не каждый закоулок страны, то знают об этой стране все, что нужно. И это большое заблуждение. Уточи туристам, знания что, где и как купить, куда, на чем поехать и вправду достаточно. Но приезжая сюда в качестве эмигранта, перед вами возникает множество совсем других задач. А мимо того, как получить максимум эмоций, довольны вернуться на родину. Как снять квартиру, в каком районе лучше жить, как подключить коммунальные услуги, какие средства нужно иметь на карте, чтобы офицер одобрил ЛНЖ, где лучше питаться, а как обстоят дела с теплом в турецких квартирах, какие появляются обязанности у новоприбывшего эмигранта, какую связь подключить, как подключить интернет, телефоны и в дом, и таких вот много-много моментов. На все эти вопросы нужно получить ответы заранее, чтобы понимать, готовы ли вы к этой всей волоките. Третья ошибка, это даже не ошибка, а необходимость, это необходимо ознакомиться с рынком недвижимости заранее. Сделать это можно, зайдя на местные сайты. Например, самый распространенный сайт по аренде недвижимости – это Сахибиндет. И посмотреть, что вообще там с ценами на квартиры. И не просто поскроллить ленту лениво поглядывая ценники, а пооткрывать странички с условиями сдачи, так как большинство квартир, которые открываются вашему взору, недоступны иностранцу. Так и пишут, например, недоступна для иностранца или сдача только корпоративным работникам. Или сдаётся только женщинам. Или даже доступна только для государственных служащих. Вот я таких много квартир видел, которые стоят недорого, и они хорошие, и они доступны только медсёстрам. Да, кстати. Почему так интересно? Ну, свои особенности. Да, там очень много разных таких деталей. Поэтому просто посмотреть в ленте предложений наличия квартир в выбранном городе и типа сложить представление о стоимости совсем недостаточно. Мы нередко встречаем случаи, когда человек говорит, что я видел на Саки Бинден квартиры за 500 долларов. Да, они там есть, но не предназначены они для иностранцев. Но дальше первой страницы человек ведь не заходил и не открывал условия сдачи квартиры, но при этом уверяет, что точно знает, что такие квартиры есть. И уверен же, что его сейчас просто хотят обмануть. Мы кучу народу отсеиваем с их просьбами найти им квартиру за 500 долларов, а порой и за 600 долларов. Поэтому сложите правильное мнение о том, сколько стоит снять квартиру в Турции. И забудьте вы уже цены про 2, 4, 6, 8 тысяч лир. А имея только 10 тысяч лир, не ожидайте хорошего района и шикарной квартиры с приличной мебелью и ремонтом. Ну, нынче такие реалии, смиритесь с этим. И если вы не рассчитываете на это, то смотрите другие страны для переезда. Следующий совет. Посмотреть, на каких условиях вообще сдаются квартиры иностранцам в Турции. Сколько платежей вы забыли сразу внести, чтобы потом не удивляться, что с вас требуют 33 платежа, а вы рассчитывали на 3. Уясните уже для себя, что требование оплатить за 5-6 месяцев вперед сразу, а еще и 1-2 депозита, а еще и комиссию риэлтору, а еще потом оплатить нотариуса, это стандартная ситуация. Это не именно с вас требуют все это оплатить, а абсолютно со всех иностранцев. И торговаться, возмущаться здесь бессмысленно. Вы либо платите и заезжаете и живете, либо не платите и дальше продолжаете поиски, а вось повезет. И так и остаетесь жить в отеле. В Турции такие правила сдачи квартир в аренду иностранцам. Нам тоже это не нравится, мы тоже платили такие же платежи, но что делать? Если квартира сдается местным, то турки друг с другом всегда могут договориться. Но эта история вас мало касается, как и нас. Порой бывают случаи, когда собственный идет на уступки и готов взять оплату не за 5-6 месяцев сразу, а за 3 месяца. Но это редкое исключение и больше зависит от риэлтора, который готов договориться и поручиться за вас, что вы точно через 3 месяца внесете платеж еще за 3 месяца оставшихся. Но о помесячных платежах речи быть не может. Это прям совсем крайняя редкость. Мы сдали уже кучу квартир, и не раз он, собственник, не соглашался на помесячный платеж. В дальнейшем, да, это возможно, но не сразу в насколка. Момент номер 5. Посмотрите, как обстоит дело с коммунальными платежами. И не удивляйтесь, что они не входят в сумму месячного платежа аренды, а оплачиваются отдельно. Находятся такие, которые удивляются этому факту. Вкладаются квартиры, где коммуналка уже включена в платеж. Но это вот такой вот редкий случай. И сейчас это даже хорошо, так как коммуналка здесь оформляется не на квартиру, как в большинстве стран, а на человека, который в данный момент в этой квартире живет. То есть на его документ личности. Так если собственник живет, то на собственника. Если арендатор, то на арендатора, даже если это иностранец. И это тоже нужно иметь в виду. Нужно быть готовым к тому, что собственник может отказаться подключать коммуналку на себя до момента получения вами ВНЖ. Так как на себя оформить оппонент вы сможете только при предъявлении карточки ВНЖ, то вам придется договариваться с ним отдельно. И возможно предложить ему плату за его хлопоты. Так как по сути то, что вы остаетесь без света, тепла и воды, это совсем не его проблема. Шестой момент. Определитесь с приоритетами. Вы хотите хорошую квартиру в прибрежном районе, то вы рядом с морем. Или хорошую квартиру в европейской части города, чтобы поближе к центру. Или подешевле. Так как эти два требования находятся в двух разных плоскостях. А еще готовьтесь к тому, что ваша культура и культура турков сильно разная. И не думайте здесь качать права. Слух раздражаться громко муазану, оскорблять покрытых женщин, называть местных жителей чурками, критиковать их религию. Это вы к ним приехали, а не они к вам. Имейте уважение и получите уважение в ответ. Восьмой момент. Учите турецкий язык хотя бы немного. А не возмущайтесь, что никто не говорит ни по-русски, ни по-английски. Национальный язык здесь турецкий. И все говорят именно на нем. Если хотите, чтобы вас понимали, учите их язык. А не диктуйте свои условия. Вспомните себя в своей стране. Вам же не приходит в голову, что вы обязаны знать язык приехавшего к вам иностранц. Следующий пункт. Не критикуйте текущую власть и политику в стране. Здесь это не хорошее решение. Это острый и больной вопрос в обществе. Можете нарваться на крайне неприятные проблемы. Если хочется обсудить политику этой страны, делайте это в частной беседе с тем, с кем уже достаточно дружеских и близких отношений. Десятый момент. Не пытайтесь фривольно вести себя с турецкими женщинами и даже как-то критиковать их за внешний вид. Здесь встречаются и покрытые женщины, и такие, которые одеваются весьма смело. Но критику воспринимают они только от близких родственников. Критика от чужого человека, и тем более иностранцев, может вызвать общественное негодование и даже прибытие на ряда полиции за оскорбление женщины. И следующий пункт – это изучите законы Турции. Что категорически запрещено делать, за что вас сурово накажут, вплоть до ограничения свободы. А, кстати, видео о том, что запрещено делать в Турции, можешь вот здесь вот посмотреть. Ну вот, пожалуй, все основные наши советы, которые вам помогут принять правильное решение. Подходит ли Турция для переезда именно для вас и вашей семьи? Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить полезное видео. Нажимайте колокольчик и ставьте лайки. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией «Суперспасибо», чтобы поддержать наш канал. А также под видео есть наш сайт, куда нужно обратиться с просьбой о помощи в аренде квартиры. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.